Всем привет! С вами Игорь! Сегодня хочу поделиться с вами результатами своего эксперимента по повышению коэффициента эффективности моего теплового насоса самодельного. Кстати, кто только первый раз зашел на мой канал, смотрит первый раз, у меня есть серия видео, там плейлист по тепловому насосу самодельному, как его сделать, настроить, заправить, там все-все-все-все. Есть очень простым языком, доступным для всех, не холодильщиков, обычных людей. То есть это очень просто все сделать, и я это показываю, доказываю своим тепловым насосом. Итак, как я вообще... А, хотел я сделать этот эксперимент, так сказать, в онлайн-режиме, то есть в процессе эксперимента, заснять это все, но потом передумал, ну что он шумит, что-то мне пришлось бы повышать голос, что-то услышали, что-то не услышали. Вот, ну это лучше потом передумал я, и лучше решил после эксперимента все это обдумать результаты и выложить вот сейчас, вот так в спокойной обстановке, когда он уже у меня не шумит, не тарахтит, не работает. О, и так, как с самого начала, как я вообще дошел к этому, что можно увеличить его эффективность? Заметил это, когда я прихожу и включаю свой тепловой насос, то есть при старте, у него получается отбор тепла с воды скважиной, у меня входит вода скважиной плюс 11, а выходит плюс 8, это в обычном режиме, рабочем режиме, когда он устаканивается, уже входит в свой рабочий обычный режим, примерно 3 градуса отбирается, но при старте у меня вот эта уходящая вода опускается ниже 8 градусов, может быть даже до 7,5, то есть я не 3 градуса как бы отбираю, а 3,5, при тех же всех условиях, прокачка воды, компрессор тот же, потребление энергии, а это как бы даже эти полградуса, это я считаю довольно неплохая прибавка к коэффициенту эффективности. Я так подумал, почему бы этот показатель не зафиксировать, ну, если это возможно, я увидел, то почему бы это не зафиксировать, ну, на постоянной как бы основе. Вот, как я это придумал сделать? Ну, я придумал обмануть ТРВ, если так можно выразиться, если вообще возможно обмануть, то есть у ТРВ есть наносной термобаллон, как вы уже знаете, и он крепится к выходу, выход только вышла медная труба с испарителя, и сразу он там крепится, этот термобаллончик. Вот, и вообще, я понимаю этот процесс, почему вот это вот увеличение получается, как бы отбор тепла, увеличивается отбор тепла с испарителя при старте теплового насоса, потому что весь фреон, как я понял, ну, если я не прав, там у меня смотрят специалисты, они поправят, там подскажут, пишите, не стесняйтесь в комментариях, в чём я не прав, может быть, или может быть, и то у вас я мысль на счёт этого. Вот, весь фреон у меня собирается в испарителе, практически весь, в режиме простоя теплового насоса, потому что испаритель это самая холодная точка у меня. В компрессоре он не может накапливаться, в конденсаторе он тоже не будет, потому что конденсатор намного теплее, он у меня в теплоаккумуляторе. Поэтому весь фреон, практически весь перетекает в испаритель. И при старте теплового насоса, компрессора, он начинает интенсивно испаряться, потому что испаритель, как бы, залитый, очень сильно, так, ну, нормально залитый фреоном. Вот, и он начинает испаряться, и поступать в компрессор, так сказать, уже у меня, как бы, насыщенный, более насыщенный пар, более густой, как бы сказать, пар, чем в обычном режиме рабочем теплового насоса, в обычном режиме. Это видно еще по трубе, которая идет, заходит в компрессор, если за нее взяться рукой, я это тоже делал, вот, то видно, какая она холодная, она очень холодная при старте, но потом она уже начинает прогреваться. Это что говорит о том, что ТРВ при старте, он, как бы, открыт, и этот фреон, он собрался в этом испарителе практически весь. Фреона предостаточно для работы, он очень хорошо отбирает тепло, много отбирает тепла, но потом, когда тепловой насос стартует, он потихоньку начинает перекачивать конденсатор, ТРВ начинает призакрываться, вот, и вот таким вот образом он, ну, саморегуляция такая происходит, ТРВ, вот, и как мне показалось, что ТРВ, как бы, искусственно мне, ну, как мне показалось, может, я не прав, как бы уменьшает мне вот этот коэффициент эффективности, то есть он, как бы, как по мне, он чересчур, как бы, закрывается, он мог бы и больше приоткрыться, чтобы больше пропускать фреона. Я понимаю, что там есть настройки заводские, все там, все правильно отрегулировано, я это все понимаю, но вот наблюдения у меня такие есть, вот, и я ничего не могу с ними сделать, вот, я вот так это понимаю, может, я в чем-то не прав, вот, я же говорю, кто понимает лучше, то напишите, вот, я решил обмануть ТРВ, обмануть, нагреть, как бы, в процессе работы, уже когда он вошел в режим рабочий, пальцами нагреть баллон ТРВ, чтобы от этого, ну, понятно, что, чем теплее пар фреона идет, у нас через баллон ТРВ выносной, чем теплее, ТРВ видит, что можно добавить жидкого фреона в испаритель, начинает больше приоткрываться, больше пропускать фреона в испаритель, соответственно, у нас установка, как бы, работает на полную мощность, то есть, испаряется максимальное количество фреона, вот, ну, это как я это понимаю, вот, а у меня, ну, я так вижу, что, вроде бы, как бы, ну, немного не хватает, как бы, фреона в испарителе, как бы, ну, немного можно было бы добавить, как мне так показалось, вот, и я решил обмануть этот ТРВ, то есть, взяться пальцами за этот баллон в режиме, подогреть его, чтобы термо, сам ТРВ увидел, что слишком теплый пар идет, да, вот, можно добавить, и начал открываться, вот, ну, вот, я запустил установку, взялся за него пальцами, и он действительно стал срабатывать и приоткрываться, вот, он приоткрылся больше, я это почувствовал по, еще я брался рукой за, другой рукой за трубу, которая идет дальше у меня термобаллона, ну, отрезок трубы от испарителя до, этого, компрессора, вот, испарителя до компрессора, я сразу почувствовал, что он открылся, этот ТРВ, потому что труба очень сильно похолодела, вот, и даже, наверное, возможно, там и шла уже не пар фреоновый, а, наверное, это была парожидкостная смесь, вот, потому что надо понимать, что фреон, он может быть не только, вот, конкретно, только в парообразном состоянии, абсолютного пара, или абсолютно жидкий, он может быть еще что-то посредине, парожидкостная смесь, это когда он, там, в паре еще есть капли недоиспарившегося фреона, небольшие капли, и они, вот, такой вот поток парожидкостной смеси, вот, и я так понял, что, наверное, вот этот вот у меня поток и шел, потому что труба очень сильно похолодела, вот, даже покрылся, покрылся испаренной конденсатом, докипатель компрессора, докипатель компрессора, баллончик такой возле компрессора там есть, покрылся испаренной, я так даже, возможно, возможно, что даже этот недокипевший фреон, жидкий капли залетали, у меня, получается, в этот термобаллон, ой, не термобаллон, а докипатель, и там уже доиспарялись, потому что видно, что он очень тоже похолодел. О, но потом началась обратная ситуация, термобаллон все-таки стал срабатывать на охлаждение, ну, наверное, тепла моих пальцев не хватило для термобаллона, чтобы пересилить вот этот холод, который контакт холода трубы, вот, сейчас я его покажу, кстати, этот термобаллончик, вот он, вот, я его размотал, он у меня замотан, вот такой вот был теплоизоляцией, его надо заматывать обязательно, чтобы не было какое-то, ну, влияние наружной температур на него, вот он термобаллон, вот так он крепится, это к нему здесь такая идет, как бы, бандажная лента, медная тоже на болтиках, вот, он плотненько приматывается к этой трубе испарителя, вот он сам этот термобаллон, и идет уже трубочка к нему, вот, до ТРВ, вот эта трубочка, его надо сверху цеплять на горизонтальном участке, ну, так в инструкции пишется, вот такой вот контакт. Я его так вот пальцами брал и прогревал, типа, чтобы открылся, у меня вот этот вот ТРВ, больше приоткрылся и стал больше пропускать фреона, ну, чтобы повысить, как бы, коэффициент эффективности. Вот, ну вот, и начался у меня, как бы, такой процесс, так называемых пульсаций, я потом почитал про них, разобрался, что это за пульсации у меня начались, это режим, как бы, ТРВ, он, когда вообще нормально работает, он устаканивается, и выбирает там определенный режим, вот, там игла может чуть-чуть там, так, немного ходить, туда-сюда регулирует, ну, особых таких, а тут у меня вот этот режим, диапазон вот этот вот стал очень большим, примерно, по, я вижу, по температуре уходящей воды, что она стала прыгать от, не на восьми держится, например, а от семи с половиной до восьми с половиной, даже вот так вот, понимаете, то опускается, то поднимается, то опускается, ну, в среднем тоже получается восемь, если так взять. Вот, что это за режим пульсации? Это когда ТРВ постоянно открывается, потом призакрывается, открывается, призакрывается, открывается, призакрывается больше. Вот это вот я достиг вот такого эффекта, что ТРВ как бы не мог найти вот эту вот точку определенную, какую-то среднюю, оптимальную точку, вот, вот это я так достиг вот этими вот своим нагревом. То есть стабильной работы при этом я не достиг, что я вот взялся за баллон, вот, он стал немного приоткрылся, да, ТРВ больше стал пропускать хреона, и у меня повысился коэффициент эффективности. Нет, он у меня получается то повышался, то уменьшался, еще больше даже, чем в обычном режиме уменьшался. Ну, в среднем все равно получилось 3 градуса отбора, просто оно так вот прыгало от 3,5 до 2,5 получается, вот так вот. Вот, и этот процесс я никак не мог побороть, вот этих вот пульсаций, ну, я не знаю, почему так. Вот, кто понимает, вообще можно ли повысить этот коэффициент эффективности, пишите вот таким вот образом. Может, у меня просто мощность моих пальцев, тепло не хватило, чтобы согреть этот термобаллон. То есть холод все-таки, который шел от трубы, эта труба, ну, я взялся за нее, да, прогрел, труба начинает остывать из-за того, что ТРВ больше пропускает фреона, потому что я нагрел термобаллон. Вот, пошел более холодный фреон, так сказать, недоиспарившийся, этот термобаллон все-таки охладился, несмотря на тепло моих пальцев, опять стал закрываться, потом опять он, я его нагревал, там, держал эту руку на термобаллоне, он опять там начал приоткрываться. Ну, короче, вот так вот и работал этот ТРВ в таком вот нестабильном режиме, в режиме пульсации, да, то есть он то закрывался, то приоткрывался, ну, он полностью не закрывается и полностью не открывается, но так вот он постоянно играл туда-сюда, я это видел по вот этой трубе, она тоже входящей в компрессор, то становилась более теплой такой, то становилась очень холодной, прямо аж так рука, прямо аж замерзать стала, я так понял, что этот момент как раз происходило в трубе еще перед компрессором до кипания фреона, до испарения, ну, что очень холодно, оно, кстати, чувствуется, когда будете, ну, так вот, трошки опыт иметь, пользование, то оно чувствуется, когда в трубе идет пар фреона, вот, то эта труба медная, она, как бы, за нее берется, она сначала холодная, но потом от тепла руки, она, как бы, немного прогревается, уже такого холода не чувствуешь, но когда фреон идет жидкий в трубе, или вот такая вот парожидкостная смесь, рукой невозможно прогреть трубу, она, наоборот, труба замораживает руку, можно так сказать, вот, то есть чувствуется через медь, что там идет, фреон жидкий или парообразный, вот, фреон, ну, короче, вот такой вот, результат эксперимента, короче, стабильной работы нормальной я не добился, видел я такое вот увеличение небольшое, отбора тепла с воды, скважина, увеличение, вот, но потом опять, ну, вот это вот, все, что я получил, это этот режим пульсаций, в котором, ну, тепловой насос работать не должен, вот, если, вот, вы, например, собираете тепловой насосом отдельно, и вы столкнетесь с таким режимом, в начале, в самом, при запуске, там, или настройке, то это вас, пускай не пугает, это даже нормально для, ну, это, например, может свидетельствовать о том, что у вас правильно подобраны все узлы, вам надо только подрегулировать что-то там, ну, там, может быть, ТРВ подкрутить, уменьшить, там он регулируется, или что-то еще подрегулировать, но это может свидетельствовать, что узлы все теплового насоса подобраны правильно, вот, я, например, тоже в самом начале, когда я собирал тепловой насос, я поставил неправильную тюзу, большую по размеру, чем надо, чем надо, я думал, она закроется, если будет больше, вот, ничего страшного, но она там не смогла закрыться, и я тоже получил вот этот режим пульсаций, у меня то же самое было, вот, я даже чувствовал рукой, как этот фреон, хорошо, что я хоть компрессор там не испортил жидким фреоном, то есть жидкий фреон и шел даже в докипатель и даже в компрессор, но он так у меня не работал, я просто настраивал, потом я купил нормальную соответствующую дизу, номера подходящего, номера вставил, и все стало нормально работать, то есть, вот такой вот у меня режим, такой вот результат у меня, попробовал я повысить коэффициент эффективности, может быть, может быть, получилось бы, если бы какой-то стабильный источник тепла подвести к этому термобаллону, то есть, его отрывать полностью от трубы, испарителя нельзя полностью, он должен все-таки чувствовать трубу, ну, как я это понимаю, так, теоретически, мои мысли, он должен чувствовать трубу, ее температуру, чтобы, ну, защитить компрессор, нормально работать при старте, все там открываться, закрываться, но я так думал, если бы ему сделать небольшой подогрев, там, например, какой-то греющей ниткой, там, или веревочкой, если бы у меня греющая подогрева для компрессора, вот, там как-то подвести подогрев, увеличить его стабильно температуру, чтобы, вот, но, возможно, это и не получится, возможно, еще то, что у меня, например, в моей установке, это уже максимальный коэффициент эффективности, то есть, ну, не позволяет его поднять, например, мощность испарителя у меня, например, не позволяет, то есть, это максимальная мощность испарителя, почему и уже при нагреве термобаллона и стал идти недоиспарившийся фреон, я так думаю, теоретически, да, что это свидетельствует, что уже испаритель не может больше испарить этот фреон, это он работает на максимальной мощности, вот это я, кстати, еще тоже немного неправильно сделал, вот сейчас я это вижу, что надо было все-таки в испаритель ставить две параллельно трубы 3,8, у меня одна стоит, там, что-то около 30 метров, ну, меньше, чем 30, вот, одна стоит в одну, надо было ставить их в две трубы, и, может быть, даже меньше, чем 30 метров, где-то метров по 20 взять, две трубы, там, с косичкой скрутить и поставить, мощность испарителя было бы больше, и я думаю, что это бы хорошо повлияло на работу теплонасоса, и эффективность, возможно, была бы, даже еще была бы больше, а так, получается, одна труба, большая длина, гидравлические потери больше, вот, и, наверное, вот это вот все, что мой испаритель может дать, поэтому у меня и не получилось вот так вот поднять, как бы, коэффициент эффективности. Ну, если кто-то в этом разбирается, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, может, какие-то у вас есть идеи, как лучше это организовать, ну, я не хочу распаивать систему, какие-то кардинальные там переделки я уже делать не буду, возможно, если этот компрессор когда-нибудь сотрется, там, через несколько лет, вот, там он уже испортится, и мне придется все равно разъерметизировать систему, чтобы впаять новый компрессор, то я тогда и добавлю мощности испарителя, вставлю туда еще одну впаяю трубку, две сделаю параллельно трубы на испаритель, вот, не одну три восьмых, а две три восьмых, вот это вот надо тоже было учесть. Ну, вот такие вот у меня были ошибки. Вот, ну, вот это вот такой вот результат, как говорится, отрицательный результат, тоже результат, из него можно сделать какие-то выводы, давайте будем думать вместе, может быть, что-то и придумаем хорошее, как можно увеличить этот коэффициент эффективности, и в ваших установках, и в моей, и вообще реально ли это. Ладненько, всем пока, пишите комментарии, всем до следующих видео.